Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня я хочу рассказать вам о накладных прядях и накладных хвостах, которыми пользуюсь я. В последнее время, может быть, вы заметили, я иногда прикалываю себе волосики. Почему я этим пользуюсь? Потому что я люблю длинные волосы, я хочу, чтобы мои волосы скорее отросли, и так как я такая нетерпеливая, я решила купить себе накладные волосы. Использую я накладные волосы не из натурального волокна, искусственные. В принципе, они особо ничем не отличаются, единственное, что, может быть, они сильнее блестят. У меня волосы, в принципе, достаточно такие нетусклые, как вы видите, открыла прядка. Не тусклые, достаточно блестящие, поэтому, как бы, особых отличий нет. Единственный минус с искусственными волосами, это тот, что вам нужно обязательно подобрать как следует цвет. И вы его уже в дальнейшем не измените. К сожалению, все, что я искала, я никак не нашла, чтобы покрасить искусственный волос. То есть, если у вас, девочки, есть какой-то опыт, и, может быть, какими-то красками вы красили искусственный волос, и получили желаемый результат, оттенок какой-то, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях, я буду вам очень благодарна, потому что информацию, которую искала я, я ничего не нашла, к сожалению. Поэтому я уже два раза заказывала себе волосы. Первый раз я заказала себе вот такие на заколочках. Вот на заколочках. Вы знаете, вот эти крутятся, в принципе, я расскажу потом, как все это крутить, да, отдельно сниму видео, как крутить. И, в общем, как крутила я. В общем, они пришли ровные, их волнистыми сделала я. Это под определенную мою укладку. Но они немножечко не подошли к моим волосам. Вот если, может быть, это был хвостик, он еще более-менее подошел бы. Но это пряди, и оттенок у них вот мой более светлый такой, да, а этот более такой в беш. Может быть, здесь вам не видно, но это так. И если я... и они достаточно длинные. И если я их прикалываю назад, да, то получается такая разница вообще, ну, колоссально. То есть длинные мои, коротковатые, и цвет еще совсем другой. Поэтому я их не ношу, я их только для видео снимаю, потому что на видео не так видно сильно. Вот, может быть, вы обратите внимание на видео, я снимала с ними. И заказала также себе еще хвостик. Вот такой вот. Он на липучке. Здесь цвет более благородный, но он тоже не совсем подходит, потому что он здесь такой, знаете, совсем серый, приглушенный. А у меня все-таки более яркий, да. Вот минус, видите, чего, что не подходишь. Но цены абсолютно такие, дешевые. То есть вот 350 рублей, это были волосы на заколочках, 250 рублей, вот такой вот хвостик. Поэтому я узнавала цены, в принципе, от 1000 рублей стоят вот такие, да. То есть вы можете себе на ebay заказать, 4 раза попробовать, да. То есть все равно там выбор небольшой, и вы угадаете. Зато у вас будут пряди, вы можете либо продать их, либо подарить, кому очень приятно будет. Минус в чем? Вот здесь вот, да, вот с этой вот липучкой. То, что липнет это все к волосам. Вообще очень красиво все делается, да. Вот мы закалываем тут. Потом вот это вот все обвитаем, чтобы не было видно. Но большой минус вот этой вот липучкой тоже, она липнет к волосам, и потом отдирается не очень приятно. И когда я заказала вот это все в первый раз, я, естественно, на своих ошибках получаясь, заказала себе еще раз волосы. И заказала уже другой хвостик. Во-первых, цвет взяла поярче, да, но опять же, опять не мой, вы видите, какой он яркий по сравнению с моим. Ну, может быть, с хвостиком подойдет, мы померим сегодня с вами вот этот хвостик. Совсем, видите, белые. Но я, по-моему, там же вот где-то брала, вроде ничего между ними нет, понимаете, вот либо такой, либо такой. Но этот хвостик меня устраивает, я его буду носить. Здесь уже точно так же он на заклепочке, но здесь уже ленточка, что я считаю, наверное, лучше. Все-таки завязали все, также взяли прядь вообще своих волос. В общем, на вот этом я вам покажу, как можно делать, но цвет, конечно, лучше подобрать. Вот если бы это можно было приглушить немножко под умой, да, видите, как отличается со всем, то было бы классно. Но, к сожалению, искусственные волосы какой-нибудь яркой-яркой блондинки подарить можно. Также я заказала себе вот такие вот на заколочках. Вы знаете, вот в этом варианте они пришли, во-первых, покороче, чем первый, вот волнистый, я вам показывала, да, чем вот эти. Чем вот эти. Они пришли покороче и чуть-чуть пореже. Может быть, оно и к лучшему, я не знаю, но я взяла себе два цвета. Я взяла себе вот такой цвет, видите, это под мой верх, достаточно, в принципе, сливается, да, если под низ его сделать, то получается у меня, знаете, такой мой цвет, потом блондинистый, потом вот опять такой мой цвет. И вот если все это накрученное, хотя они смотрятся неплохо и на ровные волосы. Мы это тоже с вами потом посмотрим, я их приколю. И последний, это тот, который на мне. Вот, который на мне сегодня, это я с концерта делала вот такую себе прическу. У меня, на самом деле, были мои накрученные, но они раскрутились, потому что сегодня влажная погода. В принципе, тоже ничего, да, получается. Вот я вам уже в собранном виде покажу. Здесь я смотрю свет такой, что тоже как бы видно вроде, отличается или не отличается, особо не вижу. Но, вы знаете, вот днем я снимала, например, видео, не видно, да, смотря вот в каком свете, где-то видно, где-то не видно. Но я вот спрашивала там у своей преподавательницы, она сказала, что вроде бы как будто так и надо. Особо вот такого диссонанса не видно, да. Вот я вам покажу спереди, сзади сейчас покажу. Вот. И покажу, как я их цепляю. Вот этот цвет, конечно, мне больше уже подходит. Вот так это выглядит у нас сзади. И просто я прикалывала просто на заколочках. Просто их откалываю. Ничего не начесывала даже, нормально все у меня держалось. Вот. Вот такая... А, ну вы видите тоже, да, что почти с моим хвостом по цвету подходит. Но все равно более такой желтенький, видите. У меня были бигуди не очень хорошего качества, видите. Здесь каждая неровность вышла. Но под низом ничего не видно. Вот. Они одинаковые. Вот с этим вот цвет. Цвета разные, а одинаковые я в одном месте заказывала. Вот. Что касается вот других, вот давайте я вам покажу прядку вот такую, да. Опять же сейчас повернусь, покажу. Я вот разделяю вот так вот часть. Стараюсь, знаете, на какую закреплять. Вот видите, у нас макушечка вот так вот, да, идет. И потом идет вниз, да. И для того, чтобы, если вы будете ровные волосы цеплять или еще какие-то, чтобы не было видно, вы прям цепляете вот здесь вот. Как раз, когда оно уходит вниз. Да. И тогда, ну как бы, не будет видно. Я беру обычно вот так серединку. Видите, оно уже держится одна. Потом остальные. Потом отпускаю. Ну вот, что получается. Конечно, это все делается аккуратней. Как вот там, сзади видно или нет. Сейчас они у меня ровные. Вот что получилось. Видите, прикольно, что это есть под низом. Видите, да, вот так вот в общем. Как будто мои смотрятся. И в этом что-то есть. Вот если накрутить, будет вообще отлично. То есть, вот таких два я подобрала себе. Мне очень нравится. Сейчас, кстати, покажу, как можно делать еще и хвостик. Вам не обязательно покупать хвостик. Также, да. Если вы нашли прям цвет свой, подобрали. Можно сделать хвостик. Вот так вот. Волосы отлично расчесываются. Обычной расческой. Как свои. Не страшно. Отлично расчесали. Аккуратненько. Все красиво расчесалось. Перевернуться. И вот эту часть верхнюю, которую мы с вами закололи, мы ее отпускаем вниз, да. И тогда мы просто закалываем на другую сторону наши пряди. Вот сюда. Понимаете? Раз. Два. К примеру. Три. Опять делаю на скорую. Может быть сейчас будет все видно. И вот эти волосы мы уже с вами добавляем сюда. А эти сюда. И делаем хвост. Хвост получается намного объемней. Да. Если вот ровный будет, то он будет длиннее. У меня ведь вот с таким оттенком. Можно как-то волос заколоть. Там гулю какую-нибудь красивую сделать. То есть вы поняли, да. Можно использовать так. Итак, так много времени у меня ушло с этими накладными прядями. Давайте по второй части я вам расскажу о хвостах. Как я их... Как они одеваются. И вот там их плюсы и минусы. И в этом же видео я вам расскажу, как накрутить волосы. Разделим с вами так на две части, чтобы не слишком длинные. Увидимся во второй части. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok